Российский Футбольный Союз и Газпромбанк Акционерное Общество представляют программу «Мама знает все» на Авторадио. Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Мама знает все» – проект Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка. Мы встречаемся с мамами знаменитых футболистов, которые в разные годы входили в состав национальной сборной. И они рассказывают абсолютно уникальные истории про своих сыновей. Самые ценные в нашей программе – это живые эмоции мамы, которая вспоминает, как собирала мальчишку в футбольный интернат в другой город, как отправляла первый раз за границу, как зажмуривалась у телевизора, когда на поле играл самый родной сын. У микрофона Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Сегодня наша команда в Питере. В гостях у мамы Владислава Радимова, Светланы Алексеевны Радимовой. Добрый день! Добрый. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Спасибо огромное, что вы согласились поучаствовать в нашей программе. Нам чрезвычайно приятно. Спасибо, что пригласили. Вы, кстати, сразу вопрос, учитывая вступление нашей программы. Вы смотрели все матчи, где играл Влад? С широко распахнутыми глазами? Все матчи. Все матчи? Да. Какой-то, может быть, вообще отдельный? Хотя, наверное, нет отдельного какого-то момента, который бы запомнился. Это все такая череда событий, которые просто через сердце, через душ постоянно проходили. Ну, это да. Вообще-то вот два, наверное, таких события, которые я помню всю жизнь. Первый, они играли в Москве, уже сейчас не помню с кем. По телевизору показывали, но, видимо, не все. Влад получил травму, а у него есть такой друг, журналист Василий Уткин. Конечно, знаем. И по телевизору не показали, что была за травма у Влада. Ну, увели и увели. А я сижу дома, смотрю, и вдруг мне Вася звонит и говорит, Светлана Алексеевна, вы не переживайте, уже ничего, ему уже лучше. Уже ничего. Формулировка, да? А я не знаю, что случилось. Я говорю, а что случилось? Он хотел меня успокоить, а по телевизору не показали. И получилось, что он меня расстроил еще больше. И я вот этот момент помню, конечно, очень, что чуть сама не сошла. Вот именно от этой фразы оказалось, что ему выбили плечо, у него вывалился сустав просто. А второй был такой матч. Мы ездили на чемпионат Европы в 96-м году, и они играли в Манчестере. Играла наша сборная и сборная Германии. И сборная Германии их так возила, они так проиграли. Вот это как будто бы по полю ездил Мерседес и Запорожец. И они соревновались. И это было так видно. И когда ты видишь, что твой ребенок там мучается на этом поле, что ему так тяжело. Я вот так же, как сейчас, я просто не смогла досмотреть до конца. Я вышла в это... По трибунное помещение. По трибунное помещение. Я стояла и рыдала. Какой-то мужчина проходил и говорит, вам плохо? Я говорю, мне очень плохо. У вас что-то случилось? Я говорю, нет, не у меня. У нас. А у нас. И мы на трибуне, правда, их так поддерживали. Мы кричали, мальчишки, давайте вперед. Мы их в 45-м разбили, а вы тут не можете. Ну, ничего не помогло. И этот матч, конечно, забыть невозможно просто. Быстрее бы уж кончилось, да? Тогда уже было ощущение... Да, я не досмотрела. Я уже видела, что это ужасно. Когда ты не можешь помочь своему ребенку, это ужасно. Так, давайте я все-таки вот что скажу. Владислав Радимов. Конечно же, личность очень известная не только в спортивных кругах, но я, тем не менее, напомню его титулы, чтобы те, кто вдруг, например, сейчас слишком молод и уже не очень внимательно следит за футболом, понимал, о ком идет речь. Итак, чемпион России. Обладатель Кубка РПЛ, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА. Все это в составе «Зенита». А еще Влад чемпион Болгарии и заслуженный мастер спорта России. Кажется, ничего не забыла, я, Светлана Алексеевна. Да, да. Ответьте на такой глобальный вопрос. С учетом вот всех сил, эмоций, потраченных на то, чтобы пройти вот вместе с сыном через его трудности, когда ему плохо, когда ему больно в конце концов, да, вы свою жизнь успевали жить по полной программе? Потому что вот мы разговариваем с мамами футболистов, и есть ощущение, что у них вот с какого-то определенного момента все начинает вертеться вокруг футбольной карьеры сына, вокруг его турниров. Вокруг его соревнований, вокруг его травм, в конце концов. И такое ощущение, что вообще все свое, карьера, я не знаю, там какой-то стиль жизни, ритм жизни, это все становится вторично. Вот вы попали в это? Конечно. Ну, может быть, вот первые, наоборот, лет 20 мы только его событиями жили, начиная со школы. У нас не было субботы-воскресенье, потому что в субботу тренировки, а в воскресенье игра, и где бы она ни была, мы обязательно должны на ней присутствовать. Значит, выходного нет. Они ездили на какой-то турнир в Киев, и мы с мужем думали-думали и сели на машину и поехали к ним в Киев. В Киев на машине? Да, помогали им в этом турнире, ездили, где они живут в каком-то, они жили в лагерь. Тогда время такое было, еще карточки, ничего не купишь. Мы поехали где-то на рынок, купили куры, рис, в общем, мы им плов сделали на костре. Это для них было сумасшедшее удовольствие. Ну, то есть вот куда он, туда и мы. И все свои дела, весь свой график, все подстраивалось. Абсолютно. Но вы ни о чем упущенном в своей жизни не жалеете? Нет, мне кажется, я все успела. Ничего не упустила. Вы врач. Расскажите нам о себе подробнее. Я родилась в Ленинграде. В Ленинграде же закончила первый медицинский институт. В Ленинграде, ну, сейчас уже в Санкт-Петербурге, работаю в стоматологической поликлинике на Московском проспекте. Работаю там с 1983 года. Так долго не живут, а я все еще там работаю. На одном месте? На одном месте. Никуда даже попыток бегства не предпринимали? Нет, нет. Я только выросла из простого врача в заведующие отделения и руковожу отделением уже тоже больше 20 лет. Мне нравится. Здорово. А по жизни увлекались каким-то спортом? Таким спортом никаким не увлекалась. Я не такой спортивный человек, честно говоря. Не очень-то я хотела, чтобы у меня сын... Вернее, не очень. Я просто даже не допускала мысли, что у меня сын будет профессиональный спортсмен или футболист. Если вы, говорят, даже никогда не предполагали, может быть, вы думали, что он продолжит династию врачей. У вас же и супруг Аркадий Георгиевич тоже же стоматолог, насколько я знаю. Ну, может быть, как-то... Ну, мне всегда хотелось, чтобы он профессию выбирал сам. Никогда на него не давила. Ну, вот он и выбрал. Да. Он и выбрал сам. Слушайте, но, тем не менее, может быть, какие-то мечтания у него были? Там, я не знаю, космонавт, летчик, певец? Там что-то, да, в детстве, когда мальчишка, да? Ну, мне кажется, он вот как родился, вот как научился, мячит. Подождите, ну, Д'Артаньяном он должен был мечтать стать? Он же все-таки занимался фехтованием. Занимался, да, да. Ну, это только потому, что мы не знали, что существует школа смены, наверное. Ну, действительно, сейчас, вот уже в прошествии времени, вообще всем, да, кто знает Владислава Радимова, невозможно его представить там ни фехтовальщиком, ни фигуристом, я себе представлю, невозможно, да, представить. А тем более, особенно с учетом его темперамента, его взрывного характера, понимая, что парню просто было предначертано стать футболистом. Видимо, так и есть. А то, как в разных ситуациях характер Радимова работал либо на него, либо против, мы сейчас поговорим с другом, с человеком, с которым Влад вместе играл в московском ЦСКА, Денисом Машкариным. Он у нас на связи. Денис, привет. Здравствуйте, привет. Привет. Денис, вот давайте три самые главные черты Радимова, которые вам приходят на ум без раздумий. Ну, честность, порядочность и коммуникабельность и с хорошим чувством его. Денис, вы оба воспитанники ленинградского футбола, но познакомились, получается, вы только в Москве? Ну, по большому счету, да. Мы вместе с Владом учились в Мене в школе. Много о нем слышал, но так получалось, что я был постарше и не попадал на его игры. Познакомились мы только в Москве. Уже когда Влад приехал в ЦСКА, я уже там был. Вы говорите, много про него слышали. Что вы про него слышали? То есть про Радимова? Слышал, что сильный футболист растет в 1975 или 1976 году, я уж не помню. Сходящая звездочка. Все в таком ключе. И вот вы встретились уже непосредственно только в ЦСКА. Да, в ЦСКА мы встретились. Причем первая встреча у нас произошла в 1992 году. Был финал Кубка России. Мы готовились к игре с Партаком. В этот день он приехал, и мы как раз познакомились с день финала. Сразу подружились или был момент притирки? Сразу. Сразу. У нас много было общих интересов. Плюс мы петербуржцы. И я, как на правах старшего товарища, взял сразу опеку. А какую вот историю можете нам презентовать, сейчас подарить просто для нашей программы? Для Светланы Алексеевны? Может быть, она вдруг что-то не знает из того периода? Ну, я думаю, что Влад эту историю не освещал в прессе. Это было, наверное, в году 1993-1994 году. У нас появилась пауза между кругами. Появилась возможность поехать в Германию всей командой ЦСКА и купить какие-нибудь подержанные автомобили. Мы с Владом поехали. У Влада на тот момент не было прав, но он достаточно хорошо водил машину. И приобрели мы эти автомобили, а останавливались мы в военной части Виндзорфов. А там такое правило было. Если ты в течение дня выехал на номерах, второй раз уже выезжать нельзя. И вот мы на Влада машине выехали утром, потом по обеду отдохнули. Он говорит, давай вечером поедем еще. Ездим в город. Я говорю, слушай, Влад, ну мы же ездили на номерах. Нас не пропустят. Он говорит, а давай поменяем номера. То есть у нас остались... То есть мы на транзитных номерах были, а немецкие номера остались. Влад говорит, да, поменяем на немецкие номера. И поедем. Ну, короче, мы поменяли на немецкие номера. И блокпост нам отдали честь, выпустили на этих номерах. И вот мы едем, кругом лес, кругом не души. И вдруг поворачиваем, и полицейский пост. Стоит минивэн, и выходит полицейский, прямо на середине дороги. Влад без прав. Немецкими номерами, которые мы поменяли, они должны быть транзитными. В общем, готовый клиент прямо. Да, да, да. Метров за 200 он начинает нас помолить, а Влад у меня спрашивает. Бросает руль. Так, показывает еще. Он меня останавливает? Я говорю, тебя. Потом проезжаем еще 50 метров. Он меня останавливает? А кругом километров 50 вообще нет души. Но у него все-таки вызывало сомнение, что меня что ли? За что? Вроде никаких причин для остановки нет. Да, да, да. Короче, нас останавливают. Начинается какой-то диалог на немецком. Ну, мы, соответственно, там жестикулируем что-то. Я думаю, сейчас нас посадят в тюрьму за такие правонарушения. Ситуация оказалась банальна. Нас, в конце концов, оштрафовали за то, что мы были не пристегнуты. 40 марок заплатил он, и отдельно 40 марок заплатил я. То есть даже права не спросили? Ну, да. Видимо, немцы просто предположить не могли, что парень может сесть за руль и ехать без прав. Потому что в немецком мозгу это вместиться не может, я так предполагаю. Без прав, без чужих номерок. Да, да. Слушайте, ну вот... Вот такая история. И нас, в принципе, опустили, и все было хорошо. Но мы долго потом смеялись. Денис, Светлана Алексеевна, я вообще понимаю, что у Влада с автомобилями вот по жизни достаточно большое количество историй. У него же там первая шестерка какая-то. Денис, была там какая-то невероятно легендарная, которая он обвес сделал, там тюнинговал ее, которую потом цепями какие-то ребята веселые разбили. Вы не участвовали в этой истории, Денис? Как свидетель? Вот история тоже, да, как свидетель. Это было в Архангельском. Влад с товарищем поехали в Архангельск покупать, ну, продукты какие-то. Кто-то там без очереди полез, и начали выяснять отношения. И в конце концов какие-то хулиганы, они отбились там, приехали на базу, и эти хулиганы пришли на базу. Вычлили вот эту машину и сильно разбили, сильно разбили эту машину, да. Расстроен, наверное, было очень сильно. С другой стороны, мне кажется, Родимов такой человек, который вот долго переживать, сидеть не будет. За машину не будет. Денис Машкарин был у нас в эфире. Денис, спасибо огромное. Денис, спасибо тебе большое. Приятно было тебя слышать. Светлана Алексеевна, всего хорошего. Да, пока-пока. До свидания. Светлана Алексеевна, что у него вообще за карма такая с автомобилем? Да, я сама об этом часто очень думаю. Ну, шестерка это была первая. Вторая машина у него была, вот Денис как раз говорил, эта машина была разбита. Потом у него был Мерседес. Он дал другу, и он в туннеле куда-то въехал. Опять машина. Потом он только купил себе машину. Вот он едет на этой машине на соседнюю улицу менять колеса. И в него въезжает какая-то машина. В общем, четыре машины пострадали. А сейчас ездит. Нет-нет, ездит, но сейчас ему служебную машину дали. Он как бы вот сам-то тут-вот-фу, ни разу не был виноват. Слава богу. Сейчас мы ненадолго прервемся, а потом продолжим разговор с мамой знаменитого российского футболиста Владислава Родимова, Светланы Алексеевны Родимовой. Как воспитать чемпиона? Мама знает все. И расскажет на Авторадио. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка программа «Мама знает все». Мама знает и рассказывает нам про одного из самых ярких российских футболистов Владислава Родимова. Светлана Алексеевна, вот вы нам сейчас сказали, что Влад не сдержанный, вспыльчивый характер. А какой он был в детстве? Вы знаете, я, наверное, сейчас вас очень удивлю, он был поймальчиком. Не может быть. Спокойный поймальчик. Он учился в школе до пятого класса, это почти все так учатся, на одни пятерки. И позже, совмещая школу футбольную и общеобразовательную, он достаточно хорошо учился. Ему очень легко давались такие предметы, как математика, геометрия, тригенометрия. Мне кажется, что иногда он даже бравировал. Хотелось казаться более хулиганистым, нежели он был на самом деле. Когда же вильнул это по-другому немножко? Начал ходить в школу смену. А кто его отвел в смену? В смену, знаете, отвел его мой папа. Мой папа безумно любил футбол, и когда Влад по радио услышал, что существует такая же школа смена, то дедушка откликнулся мгновенно. И они собрались вдвоем и поехали на улицу Верности, а мы жили на Маховой. А у меня в голове, как же туда его возить? У нас машины не было, мы все на работе целый день. Папа сказал, я буду возить. А я целый день на работе, думаю, что бы его не взяли. Потому что это так далеко. Ну как это? И он приехал, и мы сказали, что вы поздно пришли, вы опоздали на год, что ваши там уже ребята где-то там, я уже подробности не помню, там какие-то нормативы надо было сдавать, что-то за сколько-то пробежать. Вроде как вот данные хорошие, но учитывая, мы опоздали на год, да? Да, опоздали на год. Там проблемы надо переводить в школу, потому что там надо учиться. Ну, я думаю... Хорошо. Вот и славненько. Тригонометрию будем сидеть дома, учиться. Думаю, ну и хорошо. Где-то поближе же можно найти что-нибудь, что-то куда это мотаться. Мы собираем вещи, у меня у мамы был отпуск, мама готовится, они хотели поехать в Афон. И вдруг у меня на работе вырастает первый тренер, Марк Абрамович Родин. И говорит, знаете, вот я так вот подумал, проанализировал, вот мальчик у вас способный, но чтобы убедиться в своей правоте и решить вопрос о переводе его в другую школу, это такое, ну, серьезное решение очень. Давайте мы возьмем его с собой в пионерский лагерь. Я говорю, у нас билеты через несколько дней уезжают с бабушкой на море. Он говорит, ну, мы за это время успеем. Мы собрали ему вещи. Он у нас никогда никуда не ездил. Никаких пионерских лагерей... Не было? И не было, мы не слышали. И тут он сказал, я поеду. Я ему собрала такую большую сумку, и мы с ним пришли на Витебский вокзал. На электричке надо было ехать. И тренер увидел, что я несу сумку и говорит, это чья сумка? Я говорю, это его. Кто у нас спортсменом хочет быть? Он. Бери сумку. А если учесть, что Влад был маленький, такой худущий, и эту сумку он поднять не мог, он ее волоком тащил по перрону, у меня сердце сжалось. И мы доехали до Павловска, вышли, и тренер говорит, а теперь до свидания. Он сказал, чтобы вы звоните только мне, чтобы вы до следующего воскресенья не появлялись. Для меня эта неделя казалась год, наверное. И мы выходной, помчались в Павловс, приехали. Он нас даже в общежитии, где они жили, не пустил. Я ему говорю, да я хотя бы посмотрю, как ты там живешь-то, хоть может что-то, кровать поправлю, или что-то поменяю. Нет, категорически нет. Собирайтесь, до свидания, мне все хорошо. Я к тренеру, значит, он говорит, знаете, он очень контактный мальчик, у него все получается. Я понял, что я не ошибся в нем. Готовьте документы, чтобы его перевезти в другую школу. Началась совсем другая жизнь. Началась совсем другая жизнь. Начались вот эти нагрузки, конечно, очень большие. И первое время он болел, и я его умоляла оттуда уйти. У нас во дворе была прекрасная школа. Я говорю, посмотри, как близко. Ты забыл тетрадочку, дневник, учебник, эти раз с балкончика и сбросила. А тут-то так не получится. И первый год он учился на класс меньше, а тренировался на год позже с другими ребятами. И иногда вот эти тренировки и уроки не совпадали. У них получалось окно. Час-полтора. И если у меня получалось так, что я работала в вечер, я, значит, приезжала с термоса, с бутербродами, Диму на коренка. Я их там кормила. У Влада забирала учебники, которые, ну, уже прошли, привозила которые на вечер. И вот так я ездила целый год, пока он не притерся. А скажите, где вы тогда жили? В разных источниках по-разному пишут. Там, что и в коммуналке вы жили. А в коммуналке мы вначале в центре жили, на Маховой, да. Ну, то есть, был такой классический, детское детство, да? То есть, через все этапы. Тут коммуналка, тут квартира. Да, коммуналка у нас была сумасшедшая. Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы в программе появился друг детства, сосед по дому Евгений Заказов. Да, давайте. С удовольствием. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Жень, привет. Евгений, со скольки лет дружите с Владиславом? Так, мы еще в школе учились. Наверное, в 12 лет. Компания у вас большая какая-то была вот там, да, при дворе, во дворе вашем? Ну, 4 постоянных человека в нашей компании было. Поэтому играли все время 2 на 2. Роль его в компании, душа, лидер, заводила. Мы про Влада сейчас, соответственно. Я бы сказал, учитель по владению с мячом. То есть, Влад придумывал такие вот не конкурсы, а, как это сказать, если вот нас четверо было, 2 на 2 мы играли, то противнику надо было забить всего 1 мяч в наши ворота, а нам 10. И вот надо как-то было поднапрячься. Если Влад уже занимался серьезно футболом в смене, то я немножко отставал от такого, конечно, уровня. Поэтому пришлось поработать. И удавалось, во всяком случае, все время нам выигрывать. Были единичные моменты, когда мы проигрывали. Нам завивали гол, в итоге 10-1 мы проигрывали. 10-1. Нормальный счет, в принципе. Да, потому что... Ну и кто-то, кто проиграл, должен покатать на себе несколько кругов по стадиону. Вот так вот было интересно. Жень, еще раз спасибо большое. Программа «Мама знает все». Давайте вернемся к подростковому уже возраст Влада. Как вышло так, что в 16 лет он переехал из Ленинграда, уехал? Ой, это самое трудное было для меня. Это как будто, знаете, кусок оторвали, и вот эта рана открытая. Опять же, футбол, наверное, взял верх, и любовь материнская вышла на второй план, а любовь сына к футболу вышла на главное, на первое место. В «Зените» вот первый тренер Влада говорил, что у него есть такой перспективный парень в 16 лет, что придите, посмотрите, пригласитесь. Ответ был такой, что много ли 16-летних талантливых. Короче, никто не пришел. То есть не заинтересовались? Не заинтересовались. Я знаю, что тренер сам же убеждал, что мальчишка перспективный, сами... Ну, он-то работал в смене, а вот тренера «Зенита» на тот момент, не хочу перечислять даже их фамилии, никто даже не захотел говорить с этим мальчишкой. Посчитали, наверное, ниже своего достоинства. Ну, типа, мальчишки есть, были, есть и будут. Да, мальчишек много. А вот такой знаменитый... Легендарный пацан. Легендарный Павел Федорович Садырин, он нашел время и приехал к нам домой на Богатырский, чтобы встретиться с этим мальчишкой и беседовал с ним. После чего я бы могла поперек... Порога лечь, да? Да, дверь заварить. Это было понятно, что Влад уедет. И со мной общался Павел Федорович. И я ездила в Москву. Я часто ездила. Поскольку ему не было 18 лет, я ездила за него подписывать контракт. Ну, вот так он уехал в ЦСКА. Сейчас в нашей программе появится гость, с которым мы сможем и про 90-е в ЦСКА, и про сборную страны того периода поговорить, и про работу в «Зените». Очень многое в прошлом и настоящем связывает Владислава Родимова и этого человека. У нас на связи. Главный тренер футбольного клуба «Зенит». Восьмикратный чемпион России. Пять раз как игрок и три раза как тренер. Заслуженный мастер спорта Сергей Богданович Семак. Здравствуйте. Рад вас слышать. Взаимно. Видимо слышать. Сергей Богданович, скажите, вот как вам кажется, какое самое главное качество воспитала Светлана Алексеевна в своем сыне? Честность. Вот все отмечают это. Я думал, что человек, который всегда говорит то, что думает, у него никогда нет камня за пазуху, никогда не будет за спиной кого-либо что-то о ком-то говорить. Это очень и очень важное качество и очень классное в наше время. Давайте сейчас немножечко в молодость, в юности метнемся. Сэм, Радим и Хохол. Так называли тройку мечты, состоящую из самых молодых звезд ЦСКА. Болельщики верили, что вот эти вот трое вырастут и ЦСКА будет просто обречен на чемпионство, но потом вас, друзей, ровесников, разбросало по разным клубам. Чемпионом-то в итоге в составе красно-синих довелось стать только вам, Сергей, правильно? Да, да, правда. Но из этой троицы самым талантливым, конечно, был Влад. Нам с ним и пришлось пройти такой более длительный путь, и тернистый. И он раньше нас начал играть в ЦСКА. Мы уже потом следом подтянулись к нему. Как вы такие разные? Семак, Радимов и Хохлов сдружились. Вот даже и по темпераменту. Вообще, мне кажется, по взглядам на жизнь. Вообще совершенно разные люди. Вы самые серьезные из них были, самые сдержанные, дисциплинированные, видимо. Ну, это видимость, наверное, такая. Нужно поближе знать. Тем более, конечно, времена молодости, юношества, конечно, чего только не было. Сдружились, потому что мы время проводили вместе. И было интересно. И в сборной, и потом уже в ЦСКА. И до сих пор, даже несмотря на то, что с кем-то больше, чаще общаемся, видимся, все равно я знаю, что в любой момент нужна, если будет помощь, я могу позвонить и Владу, и Диме, и тут же получу ответ. И любую помощь, которая мне только будет нужна, также и со своей стороны. Готов всегда идти на помощь моим друзьям. И очень ценю, уважаю каждого из них. И не все помнят, что вы пригласили Владислава в помощники на два матча после ухода в Спалетию весной 2013 года. Вспомните, как это было? Почему именно Владислава позвали? Ну, на тот момент Лучано в Спалетии покинул клуб, и вместе с ним его помощники. И готовить команду к матчам очень важными с ЦСКА, из Баруси, нужно было мне. И нужны были помощники из тех, кого я знал, кто был рядом. И Игорь Виталий, Симутенков, что касается помощников в поле, и тот же, и Влад, который был и начальником команды, и помощником какое-то время. Естественно, те люди, которых я знал, и которые могли быстро разобраться в ситуации, помочь, поскольку знали, как обстоят дела в команде изнутри. Но изначально было понимание, что это буквально на короткий период времени, пока клуб не сможет найти нового главного тренера. Владислав справился со своей задачей? Конечно. Отлично. И еще один вопрос, возвращаясь уже к нашей героине, которая тут очень внимательно нас слушает на молчу, Светлана Алексеевна. Вы могли бы вместе со Светланой Алексеевной и вы нынешним молодым футболистом, вернее, их родителям, рекомендация какая-то? Вот, Сергей, возможно, от вас в первую очередь. Что касается себя лично, то я уверен, что вырасти футболиста, настоящего профессионала, можно только, если ты фанат своего дела, прежде всего. Не отвлекаясь ни на какие посторонние вещи, ни на соцсети, ни на зарплаты. Если ты прогрессируешь в своей работе, думаешь только о том, чтобы стать сильнее, как игрок, все остальные, и регалии в плане выигрышей, и деньги в плане зарплаты, они придут сами собой. Поэтому нужно любить футбол, прежде всего, и делать все для того, чтобы становиться лучше и сильнее. Согласна. Надо на 100% любить футбол. А родителям? Родителям любить своих детей. Родителям, правильно, любить своих детей и ни в коем случае не делать свои желания обязанностью для своих детей. Очень часто родители сами хотят, чтобы их дети играли в футбол, а сам ребенок несет повинность, выполняя волю родителей. Ребенок должен любить футбол, а родители должны прислушиваться и правильно понимать, к чему у ребенка лежит душа, а к чему нет. Спасибо огромное. Сергей Семак был у нас в программе. Сергей Богданович, удачи, всего доброго. Спасибо. Ну и будем надеяться. Спасибо большое. До новых встреч в эфире. Спасибо, рада вас слышать. Спасибо огромное. Взаимно. До встречи в Питере. Итак, Светлана Алексеевна, в итоге получилось, что как вот в 16 лет Влад уехал из дома, началось его большое путешествие по футболу, и вернулся он в родной уже Санкт-Петербург, в Зенит, только спустя там получается 10 лет. Да. Причем в течение этого времени случилась и работа в сборной, и контракт с испанской Сарагосой, и аренда в болгарском Левске, но, впрочем, все это... Еще Москва была одином. Москва еще одином, совершенно верно. Все это отдельная история, о которых мы поговорим подробнее через несколько минут, а сейчас ненадолго прервемся. Мама знает все на Авторадио. Один из немногих российских футболистов, кто дебютировал во взрослом футболе в 17-летнем возрасте, воспитанник Санкт-Петербургской смены, в 1992 году переехал в Москву и заключил контракт с ЦСКА. Свой первый гол забило в 1993 году, когда ему исполнилось 17 лет и 169 дней. Владислав Радимов, сегодня говорим о нем. Российский футбольный союз при поддержке Газпромбанка представляет программу «Мама знает все». В студии Татьяна Гордеева, Катрина Гайсина и наши гости Светлана Алексеевна Радимова. Мы продолжаем. Светлана Алексеевна, ваш сын для людей, наблюдающих со стороны за его карьерой и за его личной жизнью, всегда казался таким бунтарем, хулиганом, ловеласом, балагуром, человеком, который нет-нет, да и, пардон, вляпается в какую-нибудь историю, в дисквалификацию, в драку, в громкий развод. Но вот меж тем есть ощущение, и мне кажется, оно абсолютно-абсолютно не обманчивое, что вот как сын, он очень крепетный и очень нежный. Вот он всегда таким был? Или это с возрастом пришло, с каким-то пониманием? Да, я думаю, это пришло с возрастом. Нет, он заботился всегда. Я не могу сказать, что вот он, допустим, уехал в Испанию, и все. Нет, в Испании был, он заботился, и в Москве мы всегда были близко, мы всегда были на связи. Но с возрастом, вот особенно последние годы, это, конечно, открытие у него. Он сделал скорее для себя. Поэтому и вот такая у него любовь ответная. Ну и нельзя, мне кажется, не сказать о каком-то вообще отдельном отношении Влада к бабушке. Да. К Нине Михайловне. И вот как мы понимаем, она была одной из ключевых фигур для Влада. Да. Болельщица его самая ярая. Расскажите нам вообще о ней. Это мама моя, вот царствие небесное, она умерла в мае. Это редкий человек, да, редкий. Во-первых, она умерла в 93 года. Прожила такую долгую жизнь, трудную жизнь. Пережила и блокаду, и девчонкой встретила войну. Не любила об этом рассказывать, потому что тоже было больно. Такой сильный человек по жизни. Это стержень наш, вокруг которого мы все всегда и находились. Это была стена. И Влад ее безумно, конечно, любил. И это для нас большая потеря. Ну, собственно, она его тоже и воспитывала с рождения. Мы все жили вот в коммуналке вместе. Может, отчасти и мама привела ему любовь к футболу, потому что она очень азартная. Проигрывать мама моя не любила вообще ужасно. Слушайте, может быть, Влад-то в нее... Да, я думаю, что, конечно, какие-то гены передались. И лидерские качества. И вот это стремление первым. И если делать, то делать. Она никогда не могла быть второй. Она была эвакуирована в Костромскую область, когда началась война, когда здесь блокада. Маму ее, мою бабушку, вывезли тоже в Костромскую область по дороге жизни. И пока они были все в Костромской, ну, у нее еще братья, те были на фронте, жилплощадь отобрали. И они вернулись... Никуда? Некуда. И надо где-то было жить. И моя мама пошла работать в милицию. Потому что в милиции давали комнату. И я думаю, что вот это она была там, на своем месте. А чем она занималась? Она стояла на посту регулировщицей. Не везде же были светофоры, как сейчас. Она была очень красивой женщиной. У нее была до последних дней ее жизни точеная фигура. Она была вот в этой форме, в сапогах, с палочкой. И у нее была кабура, но она говорит, пистолет не давали. И она остановила какого-то нарушителя. Ну, свистком, чтобы он... Я не знаю, что он там, скорость привезли, не так ехал. Он не остановился. Она остановила второй грузовик и на подножке догоняла вот того нарушителя. То есть вот чувство справедливости в ней, это было по всей жизни у нее. Вот чтобы только нечестно, не дай бог. Ну, наверное, с ней сложно было с такой требовательностью, да? Да, да. Она смотрела футбол. Она, конечно, так же, как я, может, даже больше любила Влада. Но когда он что-то делал не так, это единственный человек, который мог ему сказать в лоб, что ты вот... Можно я процитирую? Просто я нашла это сам Влад Радимов. Он размещал это. Он это на пресс-конференциях рассказывал, в аккаунтах своих писал. Это очень хорошо просто передает характер. Бабушка комментирует, соответственно, разбирает игру с внуком. А что твой Аршавин кривоногий не может забить? Как Киржаков в семиметровые ворота не попал. Киржаков мазила, а ты... Внуку говорят, а ты недоделанный. То есть она вот врезать правды могла по полной программе. Абсолютно. Слышите, а вот если она такая достаточно могла покритиковать, да, правду в глаза сказать, да, даже, может быть, неприятную, а хвалила... Любила очень. То есть у нее вот очень яркие эмоции, да, хвалить-то хвалить, Если хорошо, любить, так любить, ругать, так ругать, да. Вот это про нее, да. Прощать, так прощать. Все равно простит. Внука все равно простит. Ну, отругает, если заслужил. Предлагаю еще чуток окунуться в детство. И, знаете, у нас на связи друг еще с футбольной школы «Смена» Дмитрий Накоренок. Здравствуйте, Авторадио. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Здравствуй, Дима. Дмитрий, вы же учились вместе в общеобразовательной школе и в футбольной школе, правильно? Да, 473-й. И футбол объединял, и уроки объединяли. Соответственно, ну, практически вы целыми днями были вместе, да? Да, именно так. Мы пришли в 473-ю школу, по-моему, в 85-м году, в 4-й класс. И так получилось, что мы уже стали заниматься в футбольной школе «Смена». И учились мы со своим возрастом, а тренировки футбольные у нас были с командой на год младше. И расписание немножко там не совпадало, поэтому были те свободные какие-то часы, когда у нас еще не было тренировок, а у класса были, да? Мы проводили все это время вместе. Нам вот Светлана Алексеевна только что рассказывала, когда у вас бывали вот такие окна, она это использовала как возможность на свиданку приехать к сыну, что-нибудь вкусненькое привезти. Что очень хорошо помню, так это вот Светлана Алексеевна какие делала бутерброды. Вот неожиданный такой поворот. Все правильно, да. Помню до сих пор. Вот я в Питер приехал из другого города за год до того, как попал в смену, и у нас вот как-то было принято, мы бутерброды делали с батоном, с колбасой вареной, а здесь был совсем другой продукт. Это были бутерброды с черным хлебом, с маслом и с таким вот копченой колбасой сервелат. Вот завернуты они были в фольгу, и когда вот у нас такие были моменты между тренировками, там большое время, где-то чего-то хотелось есть, вот Влад всегда доставал неожиданно такие бутерброды, они обалденно пахли. Я вообще как-то не сталкивался с тем, что вот бутерброды с черным хлебом, вот делился, и я вот эти вот бутерброды вот помню, они такие были вкусные. Спасибо, Дима. Слушайте, это сколько лет прошло, чтобы человек запомнил такие детали. Вот интересно, какие-то моменты там забываются уже, да, там я это не помню, но бутерброды. Вот бутерброды, да, это было самое вот вкусное, что могло только быть. Спасибо, Дима, буду знать. Дима, а вы знаете, такой еще момент, вот вы же уже выезжали со смены на соревнования, на турниры, что-нибудь наверняка вспомните. На одной из тренировок, на утренний зарядок в Новороссийске, мы ездили в такой город, мы играли на зарядке в пятнашке. Ну, игра такая, знаете, да, наверное? И там, на этой полянке, был какой-то такой, вроде бы незаметный, но кустик какой-то рос. И вот этот кустик, когда Влад пробегал там мимо него, или как-то хотел там оббежать, или что-то это, зацепил его, и зацепил за такой, там какой-то, видимо, сучок острый, что так распорол себе ногу, у него была такая ужасная рана, было прям жутко смотреть. Прям вот кровь, потом ему там прям вот зашивали, но он мужественно все это перетерпел. Шов был такой, страшно смотреть, и еще после этого, потом он еще у него и разошелся, по-моему, там по второму разу зашивали. Такую вот историю помню. Турнир для него тогда не сложился, закончился. Да, а мне прислал письмо, писал, что я так хорошо тренируюсь, все в порядке, никаких травм у меня нет. А про эту травму я узнала, когда приехал. Да, не хотел волновать, не хотел огорчать, потому что, да, для мамы, которая ждет в городе, когда дети в лагерях, на соревнованиях, самое главное – здоровье. Спасибо огромное. Представитель «Смена-76» Дмитрий Накренок был у нас в эфире. Спасибо, Дима. Очень приятно было пообщаться. Счастливо. Всего доброго. Давай, пока-пока. Светлана Алексеевна, давайте поговорим про работу вашего сына в Испании. Как это было? Вот 20-летний Радимов в составе сборной проявился так, что его приглашают в Реал Сарагос. Это вот сухие факты. А что вы чувствовали при этом? Уже, знаете, было легче гораздо, потому что он уже сколько-то лет прожил в Москве, и я, наверное, уже научилась не только сердцем, но умом соображать, что, наверное, в Испании ему будет лучше, чем в Москве. Раз приглашают его в такой большой клуб, только там его ждала такая неожиданность, что его сразу посадили на скамейку. Он здесь считался как бы лучшей. Но, тем не менее, после Испании, краткосрочной Болгарии, где он был в аренде, опять-таки, но успел там, тем не менее, чемпионом, да, стать чемпионом Болгарии, стал в 25-26 лет он все-таки задумался о том, чтобы закончить футбольную карьеру. Да, было такое. Как вы для себя расценили, почему это произошло? Я думаю, что это было очень связано с его личной жизнью. Он на тот момент развелся со своей женой. Он не играл в Испании, а ему хотелось. Потому что не давали, в том числе, играть? Ну, может, и не давали, да, а ему хотелось быть первым. А не получалось? Не получалось. У него были попытки в московском «Динамо». На тот момент «Динамо» тоже было не сильное. У него появился, или, может, был, я не знала, друг такой, Герман Ткаченко, который пригласил его в Самару. В крылья? Да. И вот в крыльях, благодаря, наверное, друзьям, которые у него есть, вытащили, да, привели в чувство и доказали, что ему рано вешать бутсы. Еще даже сам себе ничего не доказал. И у них получилось. Эта программа «Мама знает все» у нас вновь небольшой перерыв. Мама знает все на Авторадио. В свое время болельщики его прозвали русский Бэкхэм. И не только потому, что он яркий, харизматичный футболист, что, конечно, бесспорно, но и потому, что был женат на певице, как и его британский коллега. В свое время российский судья по фамилии Егоров сказал про нашего героя, что большей оторвы он в нашем футболе не видел. И это все Владислав Радимов. Безусловно, приведенные цитаты имеют отношение к разным этапам его карьеры и личной жизни, свадьбы с Татьяной Булановой, развод с ней же, драки на поле и хлесткие словечки в адрес контрольно-дисциплинарной комиссии. Все это, ну, многие, по крайней мере, это помнят. Ну, кто еще, кроме него, может получить две подряд желтые карточки и обе за разговоры на поле? Кто способен показать судье карточку, которую тот по неосторожности выронил? Владислав Радимов. Его мама, Светлана Алексеевна, у нас в студии. Ну, я думаю, что вы тоже с каким-то, теперь уже и с удовольствием, с какой-то даже ностальгией вспоминаете эти моменты, завязанные на биографии, но когда они происходили вот в моменте, наверное, тоже было непросто, да, и с этими карточками. Ну, непросто, мягко сказано, непросто. Не одобряли. Вы пытались как-то вот воздействовать на сына, как-то его встряхнуть, поговорить с ним? Я только пыталась ему объяснить, что я зубной врач, и человеку зубы дали данные для того, чтобы язык держать за зубами, но на поле он это забывал. Видимо, неубедительно я это говорила. А тренеры пробовали изменить Радимова? Ну, наверное, это вопрос все-таки к тренерам. Я уверена, что изменить Радимова невозможно. Мне кажется, это девиз сегодняшней программы. Но, кстати, если вы говорите надо спросить у тренеров, давайте спросим у тренеров. В данный момент в эфир выходит советский футболист, игрок сборной СССР, мастер спорта СССР, затем заслуженный тренер России, бывший тренер ЦСКА, Крыльев Советов и многих других команд, ныне главный тренер болгарской славы Александр Федорович Тарханов. Светлана, всем приветствую. Александр Федорович, на каком месте Радимов, как игрок, стоит среди всех ваших подопечных в карьере? На первом. На первом, конечно. Безоговорочно. Далантливый был. Да, да, да. Я очень любил его. И как игрока, да, немножко сложный парень, но к сложным надо особый подход. А в чем сложный? Это первое. Ну, по характеру он так, даже по футбольности ему даже какое-то задание, которое их не желает, он не будет играть. Он даже как Сарагос, он поехал при одном тренере, он играл и был лучшим признанным иностранцем в двух месяцах. А потом пришел другой тренер, начало право ставить, задачу ставить. он свободный такой художник должен быть на футбольном поле. Ну, не все понимали его. Потом он хотел закончить после Болгарии. Мы его уговорили с Германом, что он с кролей пришел. То есть вы были в числе тех людей, которые остановили его от того, чтобы он в 25-26 закончил карьеру? Да, он пришел такой, все, Федорович, я заканчиваю футбол, не хочу больше играть. Я говорю, ты что, с ума сошел? Давай, переходи к нам. И с Германом его уговорили, чтобы он начал карьеру в России. Все, потом попал. И он на меня обидел, что я его в зенит застал. Обиделся? Был момент, да, обиделся. Как ты мог? А я знал, я там уже подвязал, что если я уйду, он может пропасть. Поэтому все сделали, чтобы он попал в зенит. Слушай, ну вы у него как талисман, получается, прямо по жизни. И не отпускаете. И на всех этапах за ним следите. Это же какие вот... Я сейчас слежу за его игрой. Он хороший тренер. И хорошая команда у меня в зенит его. Я вам, правда, я не говорю, надо дальше расти его в более такую серьезную команду. То есть вы считаете, что он уже готов? Да, я готов. Спасибо еще раз огромное. Всего доброго. До свидания. Мама знает все. На протяжении нескольких лет Родимов показывал футбол высокого уровня, получил капитанскую повязку. Сколько? Он ведь долго был капитаном. Долго, да. Практически бессменным. Сейчас скажу. 161 раз он выводил команду на поле. Вот это да. Ну и расскажите нам про нынешнего Владислава Родимова. Как вы его нынче воспринимаете? Как вы оцениваете его работу, его погруженность и ваши новые переживания за него в нынешнем формате? Ну, вырасти он вырос, а переживаний меньше не стало. То есть вроде выдохнули, а вроде нет. Была короткая пауза, когда выдохнула, а теперь, ну, поскольку он тренер, поскольку он любит безумно футбол, очень любит этих мальчишек, переживает за каждого и за всех вместе, он такой же любит быть первой, амбициозной, также воспитывает своих ребят. Они все время дружны, я вижу, как он идет на тренировку, я вижу, база у нас рядом с домом, поэтому возможность сходить и посмотреть тренировку у нас всегда есть. И как он разговаривает с ними по телефону, как они общаются на поле, без них не может. А в последнее время мне так кажется, вот взгляд мой, он перерос эту команду. Ему хочется нечто большего, ему хочется другого уровня. Вот он научил ребят, это такое приятно, когда ты своему делу научил, и они пошли в большой футбол. У него все время забирают много игроков каждый год, но ему хочется их вырастить в мастеров и дальше с ними работать, чтобы на более высоком уровне показать свое мастерство. Тренер сборный? Ну, думаю, на это он не согласится никогда. Почему? Ну, это вопрос к нему, не знаю. Я ему сказала вот тут недавно, он говорит, ты что, с ума сошла, что ли? Ну, не знаю, может, не знаю. Ну, будем ждать его в мужской команде РПЛ, как минимум. Ну, вот мужскую команду, я думаю, что ему пора. Спасибо вам огромное за участие в программе. Спасибо вам. Спасибо за этот очень душевный выпуск. Спасибо. С самого начала до самого конца. Спасибо вам большое, спасибо, что вспомнили и помните Влада. Это, конечно, наша любовь, наша гордость. Светлана Алексеевна Родимова была у нас в программе. Ну, а мы с вами прощаемся ровно на неделю. Этот выпуск программы и все предыдущие доступны на всех подкаст-платформах и на сайте авторадио.ру. Вы можете слушать их в любое удобное для вас время. Забивайте в поиске «Мама знает все». Прощаемся с нашими слушателями ровно на неделю. Самые близкие и важные в жизни люди «Мамы» помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. «Мама» знает все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова